И снова здравствуйте! Я приветствую вас в новом эпизоде моего малохронометражного подкаста. Сегодня в своем монологе я расскажу о теме семьи в отношении детей, но стараясь не уходить в правовые и экономические аспекты проблем формирования достаточно современного понятия семьи. Ну а я напоминаю вам, что это видео создано в формате рассуждения, и общий посыл имеет скорее как крик души автора в бесконечном поиске ответов на свои вопросы и смысл жизни. Значит, семья. Ну, семья и семья, че бубнить-то, скажет большинство смотрящих этот ролик. Я вам отвечу. Разрушение, остановка развития понятия семьи как таковой, разрушит наш человеческий мир быстрее, чем любой недуг, что вы можете себе вообразить. Хорошо, а в чем проблема этого понятия, и почему оно будто бы заморожено? Начну со знакомой даже клешей ситуации, примерой, которая даст понимание масштабов трагедии. Есть сын, дочь, или только сын и дочь. Есть их отец и их мать. Есть уже их отцы и их матери, ну, то есть бабушки и дедушки. Есть тети и дяди, то есть братья и сестры, отцов и матерей. В принципе, более-менее все. Звучит очень даже неплохо, да? Но давайте вместе со мной умоемся проточной водой и взглянем на этот список снова, но более трезвым взглядом. Озвучу небольшую будто бы тайну, но воспитание от всех людей с приведенным из списка важно для развития детей и подростков. Формирование многогранной и сильной личности. Каждый из них принимает в этом огромное участие. Первое. Чаще всего ребенок в семье один, или за редким исключением их два. Второе. Отцы не принимают активного участия в воспитании детей, так как работают с самого утра до вечера. Третье. Матери тоже не участвуют в воспитании детей, так как тоже работают, и тоже с утра до вечера. Четвертое. Бабушки и дедушки. Дай боже, если дожили, а то и вовсе не увидят никогда своих внуков. Или еще чаще всего, даже если доживают, то живут отдельно и одни. Пятое. Тети и дяди. Их ребенок вообще не видят. Или видят очень редко и даже не заинтересован в общении с ними. Хорошо. У нас современные дети и подростки в мире интернета. И они воспитываются интернетом. Чаще всего. Классно, ура! У нас дети воспитаны интернетом. Ни родителями, ни отцами, ни бабушкой, ни дедушками. Классно. А теперь давайте подробнее рассмотрим выше приведенный список. О количестве детей. Сколько их должно быть? Давайте я напомню вам, что семья – это понятие словами община. Место, где люди живут вместе, помогают друг другу. Они взаимосвязаны. Переживают любые проблемы вместе. Просто потому, что это легче. Как материальная, так и духовная поддержка друг друга. Любая, которую можно только придумать – это все про семью. Все в семье. Любая поддержка. Дети помогают друг другу. Общаясь вдвоем, троем. Они развиваются активнее и постигают мир быстрее. Притом не теряя ничего, а только приобретая в семье соратника. Друга и товарища. В лице братьев и сестер. В пример. В школе или детсадике появились. Ну, мальчишки, которые задирают девчонок. Но никак не со зла. Они играются. И привлекают их внимание. Старший брат мог бы утешить обиженную сестру. И даже поговорить с мальчишками про их поведение. И она бы не боялась мальчишек. Но старшая сестра объяснила бы ей, что они всего лишь привлекают ее внимание. Вот таким вот незамысловатым методом. Смею добавить, что значительно старшие сестры и братья во многом заменяют занятых отцов и матерей на работах. То есть, их вклад довольно велик. Далее воспитание отцов. Вклад, который они дают. Давайте забьем на гендерные стереотипы. Давайте все-таки знать, что мужчина это мужчина, женщина это женщина. Обратим внимание все-таки, что мальчики и девочки по структуре внутреннего душевного мира и особенно физически разные. Мальчикам нужно воспитание отцов. В том числе воспитание отцов полезно, чтобы избежать неприятных ситуаций, описанных мною чуть выше. Ну, про мальчишек задир. Отцы делятся опытом жизни. То, как нужно себя вести, будучи мужчиной, и в будущем отцом. Что нужно делать, чтобы чувствовать себя хорошо и комфортно в мужском теле. Как надо ухаживать за собою. Как нужно быть мальчиком и к чему нужно расти. Отец должен быть для мальчика примером настоящей и неподдельной мужественности. Практически ни одна женщина не заменит мужчину воспитание сыновей с точки зрения мужской части. Опять же. И наоборот, девочки – это будущее девушки, а после и женщины – матери. Организм, что у мужчин, что у женщин, нацелен на определенные, не индивидуальностью, а полом характерной черты в поведении, за которыми следуют базовые потребности и условия для жизни. Нарушения в образе жизни фатально сказываются для психики и развития, что женщин, что мужчин. Мать для дочери должна показать, каково быть и чувствовать себя женщиной. И самое важное, что упускают подавляющее число матерей – это банально объяснить и воспитать дочь так, чтобы понятие того, что она девушка, понимание девочки и будущая женщина, и даже мать, не было ей в тягость, а наоборот, дало понять, каково хорошо быть женщиной, научить дочь быть счастливой женщиной, и в которой здоровье психика и полноценное воспитание. Но и даже отец многому может научить дочь, в том числе показать, какие мужчины. Отец точно так, как и для сына, так и для дочери, должен быть примером мужественности, мужской красоты. Да-да, вы не ослышались. Мужской красоты и силы. Мать и отец должны дать понять дочерям и сыновьям силу женщин и силу мужчин. То, насколько прекрасно быть женщиной и мужчиной. А папа, а бабушки и дедушки, особенно дяди и тети, это все аспекты мало того, что должны дополнить со своей стороны, так еще и привнести то, что не донесли родители детей. Ну, в принципе, на этом подавляющее все. Кстати, под конец этого монолога я подмечу, что дружные братья и сестры станут хорошими тетями и дядями, сыновьям и дочерям друг друга. То есть, они взаимно будут друг другу помогать. И в будущем это очень сильно много чего сыграет хорошего. И еще раз повторюсь в том, что семья это первоочередно община. Место, где проблемы каждого, это проблемы всех. И решить что-то либо пережить можно куда эффективнее. Всем вместе.